А в самой Турции тем временем разгорается громкий скандал вокруг журналистов, который сам президент Радаган через суд обвиняет в госизмене. За что знает Сергей Зенин? Турецкий президент выступил в суде из ЦОМ и потребовал для журналистов пожизненных сроков. Главный редактор и корреспондент газеты арестованы по обвинениям в госизмене, терроризме и шпионаже. Газета рассказала, что турецкая разведка организовала поставки сирийским боевикам вооружений и боеприпасов под прикрытием гуманитарных конвоев. На издание надавили самым жестким образом. В Турции ситуация со свободой слова и правами человека, она очень восточная. И известно, что президент Радаган еще до того, как занял этот пост, еще когда был премьером, он объявил врагами страны очень многих политиков, которые открыто высказывали свое недовольство им. То, что для обывателей является сенсацией, для специалистов не более чем запоздалая новость. Эксперты, связанные с российской разведкой, утверждают, что не узнали из турецкой газеты ничего нового. Турция целиком в этом проекте и является тылом ИГИЛа, реальным. Там они находятся на отдыхе, через Турцию перебрасывается новое и новое пополнение в ИГИЛ, и туда же идет снабжение. Реакция президента Радагана на обвинения в прессе понятна. На кону сейчас не только отношения с Россией, практически зашедшие в тупик, но и репутация в глазах западных союзников. Коллеги по НАТО не смогут закрыть глаза на поведение Турции, если будет доказана прямая поддержка террористов с ее стороны. Впрочем, политики запрягают долго. Что касается западной прессы, то она уже начинает говорить о том, что политика Турции грозит обернуться серьезными проблемами для НАТО. Обозреватель журнала American Thinker Сьерра Рейн пишет следующее. Время пришло. Турцию следует исключить из состава НАТО, а на ее место пригласить Россию. С Россией у Запада гораздо больше общего, чем с исламским миром. Западная пресса все глубже изучает историю со сбитым над Сирией российским бомбардировщиком и все чаще звучат обвинения в адрес Турции. То, что турки сбили российский самолет через 17 секунд, причем по личному приказу президента страны Реджепа Таипа Эрдогана, свидетельствует о том, что Турция ждала, когда российский самолет подлетит достаточно близко к ее границе. Блоковое сознание пока мешает НАТО объективно посмотреть на картину случившегося, оценить роль Турции в развитии и укреплении позиций, запрещенной в России ИГИЛ. Но чаша весов качается. Каждый день всплывают новые подробности и о транзите на черный рынок через Турцию и ГИЛовской нефти, и о поставках оружия террористам, и о подготовке самих боевиков. Сергей Зинин, Первый канал.